Здравствуйте, друзья! Мы вновь находимся на стенде компании Zota на выставке Акватерм 2022. И тема сегодняшнего ролика это сопутствующий ассортимент компании Zota. Не основной, но не менее важный для современной системы отопления. Естественно, это коллекторные группы, естественно, это насосы, различные бесперебойные устройства и прочее, прочее, прочее. За экскурсией по этому оборудованию мы обратились к коммерческому директору компании Zota Сергею Милицыну. Ну, давайте посмотрим и послушаем. Такая небольшая экскурсия от котельщиков по сопутствующему оборудованию. Это представленный на стенде коллектор для теплых колокс с эстетомерами, счастливыми группами. От 2 до 12 кунтуров можно подключить, такая классическая конструкция, но с фишками, с небольшими, то есть много подобного оборудования. Сейчас мы постарались по пути надежности пойти, например, в толстостенная конструкция воздухоотводщиков, 2,4 мм толщина стенки и специальный материал расходомеров, вот эти вот прозрачных частей. Здесь используется нейлон для лучшей прочности, для высокой прочности и для работы при высоких температурах, возможных высоких температурах, которые не должны были бы сюда попасть. И самое важное, что нет такого эффекта, так скажем, охрупчивания, что-то. Этот эффект может быть вот в ноунейм продукции, которая появляется? Может быть, и знаете, когда вы заказываете оборудование под своей маркой, в зависимости от того, что вы дальше хотите с этой маркой делать, какое внимание вы этому оборудованию уделяете. Вот будем вещи своими именами называть, у нас есть основное оборудование хотельное, а дополнительное оборудование, не хочется его назвать второстепенно, оно требует все-таки большего внимания, потому что, ну, когда ты его подбираешь, тебе нужно стать специалистом. Я считаю, что мы все-таки высокую степень надежности, высокую степень качества реализовали вот именно вот в этих коллекторах. Еще раз, основная группа воздухоотводчий и расходомер из швейцарского сырья, который называется «Гриламит». Может быть, надо услышать и сразу же забыть, что это такое, но главное понять, что вот такие прожрачные расходомеры в наших коллекторных группах, они будут служить долго, они не будут темнеть, они не будут охрупчиваться. Но если мы заходим в тему, если мы не хотим подстраховаться, мы выбираем более дорогое сырье гарантированно по своей химическому составу, который будет работать лучше, примерно так. Также вот в последней модели появилась возможность регулировки по высоте для того, чтобы подключать смесительные узлы любому производителю. То есть вот здесь регулировочка есть. Это тема, которую мы назвали «Гидравлический конструктор». Тоже не претендуем на то, что мы ее придумали, что это что-то новое. Хотим продолжать работать с этой темой, потому что нравятся сложные системы. Но иногда для того, чтобы было просто управляться системой, лучше посложнее сделать инженером. Поэтому ничего такого страшного нет. Современные термины – гидразделитель, коллектор, насосная группа. К этим терминам нужно привыкать. И, наверное, нужно отходить от того, чтобы не было, так называемой, избыточности. Не нужно на домиках 50 квадратов вот такую балалайку рекомендовать покупателю. Но и не нужно на многонасосную, многоконтурную, так скажем, систему пытаться решить все одним насосом. Все должно быть необходимо и достаточно. И здесь мы в своем ассортименте хотим предложить именно вот такую вот систему недорогого, качественного продукта для системы скупления, для обвязки именно гидравлической системы. Товары-комплименты дополнительные продукты. Что здесь у нас? Насосы, группа безопасности, расширительные баки. Все это выпускается под таким зонтиком, зонт, и создается, формируется зонтичный бренд и для продукции. От гидравлики переходим к электрике. Самая популярная продукция, которая продается под брендом зота, но не выпускается на заводе зота, мы ее покупаем у других производителей, это источники бесперебойного питания и батареи для этих источников питания, батареи технологии ЭДЖЕ и ГЕЛЬ. Извинивое устройство, если мы работаем с заготовливым котлом, наверное, проще уже сейчас подусмотреть источники бесперебойного питания, нежели делать систему с какими-то большими, толстыми трубами, чтобы она работала на естественную циркуляцию. Естественная циркуляция, как вид спорта, наверное, останется у монтажника, но обходящий вид спорта. Термостаты. Еще одна тема. С термостатами дружат любой газовый котенок, наш электрический котенок и виды термостатов. Проводной термостат, термостат беспроводной с радиусом действия 30 метров и беспроводной термостат, который регистрируется в домашней сети Wi-Fi. Вы можете управлять через приложение, через отопление. Относительно новое направление. Автоматические насосные станции ЗОТО и просто насосы для водоснабжения. То есть, не отошли от темы отопления. Темы отдалились. Насосная станция ВИЛУ. Малыш. Хорошая, производительная, очень компактная станция. Монтажники любят ее. И если пересекаться с системой отопления, для системы отопления используются для заполнения. И вот такой ноу-хау, не знаю, кому она поможет. Мне очень понравилось. Такой паспорт. Память о том, что никто и никогда паспорт до запуска с котла или насоса не читает. А здесь вот прям грех не посмотреть, какой грузил. Ну да. Дальше серия насосов и насосных станций. Серия ЛОТОС. Автоматические насосные станции. Классические. С честной бледной оплоткой. С честной мощностью. С честным напором и производительностью. Ну, здесь как ноу-хау, можно, например, под наклейку еще спрятать кнопку запуска окончательно, чтобы уж точно человек не смог запустить. Нет кнопки запуска. Включил, сеть она заработала. Итак, друзья, если у вас остались вопросы по этому ассортименту, мы с удовольствием снимем подробные ролики. Напишите в комментариях тему, на которую вы хотели бы в первую очередь получить ответ. Ну, а мы вновь обратимся за комментариями к специалистам компании ЗОТО и на основе этой информации подготовим для вас видеоответ. Ну, и на сегодня мы прощаемся с вами. Спасибо, что были с нами. Канал Форнацфил. До новых встреч. Счастливо. Пока.